приветствую всех уважаемые коллеги любители монет истории нумизматики и всех интересных вещей которые которыми мы увлечены так скажем все любознательные люди ну и не особо любознательные в общем всех приветствую вот решил рассказать двух словах о такой вот интересной монетки 3 копейки 1914 года как известно 1914 год у нас достаточно так скажем какой-то степени ключевой даже не знаю сказать что в истории россии может быть что первая мировая война на какой-то степени значительно повлияла на дальнейшую историю россии советского союза потом дальнейшем распад империи революции прочее вот ну что сказать по монете монета вот у меня таком вот состоянии где-то где-то в глубине ее медной монетной души видны остатки блеска не металлического естественно нашего любимого штемпельного где-то где-то там он закрадывается ну совсем чуть-чуть рельеф естественно практически идеальный все гербы в составе государственного герба российской империи все просматриваются про чеканины все четко надписи все сохранились идеально монета не копана видно сразу что это не копанина которая гнилая следов гнили какой-то коррозии практически даже не то что практически нет в принципе ну моя так скажем страсть это вообще моя любимая тема это монета ссср но что касается меди если она такая вот крат красивая красная медь я как сорока на блестке так скажем мне это просто какие-то сознание отключается и просто так как какой-то я не знаю влечение просто не в необъяснимое вот я понимаю что есть конечно и монеты вообще в идеальном состоянии последних последних годов российской империи если вот брать николая второго они достаточно недорого стоят относительно других периодов ну что по цене посмотрел статистику verify так называемое состояние в среднем в среднем я посчитал среднем там можно конечно было там до рубля вывести ну 200 рублей цена verify x5 плюс тут уже подороже тут уже от 500 до 700 рублей вообще хорошие хорошее x5 это с хорошим ну не с хорошим но со следом с нормальным степень и блеском там уже понятное дело что ну вот если откровенно сказать что такая монета стоит около 2000 рублей настоящий момент но меду с блеском с хорошим штемпелем не с таким вот это вот где в медь красная просто именно от блеск который вот лучик немножко там бегают классическом понимании штемпельного блеска от двух до пяти тысяч рублей что как бы мы не хотели она написано там да там 700 тысяч они нифига на самом деле вот нормальная штемпельная медная монета николая второго трояк такой вот четырнадцатого там года там тринадцатого пятна он стоит ну три тысячи это реально вот именно вот не не то что там человек написал я понимаю что критерии оценки состояния монеты у всех они у людей они субъективно понятное дело да есть вот на аукционе на одном не помню название да и не буду сейчас говорить даже себе помню написано вот стоит лот трешка такая же вот 2000 2000 прости 1914 года написано что слабе нгс нгс пф-66 рб я не знаю честно мой рб что такое ну типа написано что это пруф ценник внимание 90 тысяч рублей ну потому что нгс я понимаю что это слаб но честно откровенно сказать но такие бабки простите ну есть монеты тоже на крутых аукционах я не беру даже наш любимый мешок там новый молоток и про не акцион есть реально крутые монеты ну но 10 тысяч рублей там ну просто одну конфетка вот реально там как будто на только вот прочим только вот и сделали 10 но 15 тысяч рублей ну извините 90 штук то что она в америке про заслабирована но это тоже мне кажется перебора извиняюсь вес монеты по справочным данным так скажем я люблю это слово справочные да ну это реально справочные данные девять целых восемьдесят три сотых грамма тираж 8 миллионов сто шестьдесят шесть с лишним тысяч штук это именно трешки четырнадцатого года но тут монограмма с сп 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 м д как у нас сейчас модного ну санкт-петербург диаметр двадцать семь целых девять десятых миллиметра ну есть данные что до двадцати восьми до двадцати восьми четырех гурт рубчатый разброс и не знаю чем связан как бы все монеты а вот которые я видел они как бы все в таком вот достаточно правильной формы не знаю почему разброс честно не вдывался подробности что если по событиям 1914 года брать исторически ну во первых в этом году началась первая мировая война то есть 28 июня был убит герцог франц фердинанд наследник австро-венгерского престола да была такая империя когда-то австро-венгрия все мы это знаем из истории вот и как все тоже в школьной программе знают что 28 июня в сараево был убит франц фердинанд это по классике знают тоже все школьники что это было причиной начала первой мировой войны которая потом уже послужила катализатором многих важнейших исторических событий в европе в частности ну наверное даже в мире 29 июля в россии была объявлена всеобщая мобилизация 1 августа германия во главе с кайзером вильгельмом вторым вот монет кайзера вильгельма второго меня пока еще нет но я как бы не собираю особо за границу мне вот основные так скажем направления это современная россия ссср мое самое любимое направление так скажем нумизматики и российская империя там и и постсоветское пространство тоже кстати пока я еще просто не углублялся вот вопрос мне очень интересна тематика монет украины скажу сразу без каких-либо политических пристрастий просто вот интересно на самом деле так германия 3 21 1 августа объявила войну все мы знаем чем это все это закончилось дальнейшем а еще интересный факт 31 августа 1914 года николай 2 переименовал санкт-петербург в петроград на волне общенациональных антигерманских настроений ну на этом я думаю стоит закончить всем здоровья собирайте монеты интересуйтесь изучайте историю мира своей страны всем добра всего доброго